Давно хотел это сделать, вот сегодня хочу обратиться к предпринимательскому сообществу. Вы знаете, если честно, я не понимаю предпринимателей. Вот я не понимаю предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, такое ощущение, что происходящее в стране их в принципе не касается. Я сейчас говорю о том, что через несколько дней, скорее всего, в Госдуме будет обсуждаться вот этот вот пресловутый закон о QR-кодах. Население нашей страны, несмотря на лютые морозы. В подавляющей части Российской Федерации выходят на какие-то акции протеста, подают какие-то уведомления о том, что они хотят выйти в пикеты, собраться на митинги, ходят по судам, посещают законодательные собрания. Где все предпринимательское сообщество? Почему вы-то молчите или вы думаете, что вас это не касается? Друзья мои, я вас расстрою. Вас, предпринимателей, это касается в самую первую очередь, потому что локдаун, а закон о QR-кодах, я считаю, что это и есть локдаун, шарахнет в первую очередь по вам. Сейчас поговорим об этом подробнее. Реальная журналистика. Поехали! Для начала хочется поговорить вот о чем, как устроена путиномика в современной России. Вы знаете, когда я готовился к этому выпуску, я перечитал массу каких-то статей, я переслушал массу каких-то экспертов, экономистов, причем нормальных, реальных, грамотных экономистов, а не грефов и подобных, да, и я был шокирован, когда я осознал, до конца осознал, как все это устроено, насколько все, то, что мы ошибочно называем экономикой в России, и перевернуто с ног на голову, мне просто стало страшно. И я просто понял, что, ну, рано или поздно, вот такая вот модель экономики, путиномики, я недаром ее назвал, рано или поздно она схлопнется, но давайте начнем издалека первый вопрос, который я хочу вам задать, дорогие мои. А вы знаете, сколько в России сегодня насчитывается бюджетников? 35 миллионов, дамы и господа, 35 миллионов. Чтобы вы понимали, что это за цифра, для общего понимания. Вообще работающих россиян на сегодняшний день порядка 80 миллионов человек, там чуть больше, точные цифры никто не назовет, потому что она постоянно меняется. Вот, 80 миллионов человек работающих, вот от этой цифры давайте будем отталкиваться, 35 миллионов это бюджетники. Вам не страшно? 35 миллионов бюджетников, половина почти, лоды и тунеядцев, которые сидят на шее у реально работающих граждан, задействованных в реальном секторе экономики. Вижу, что вы пишете комментарии, ну а как без бюджетников? Врачи, учителя, те же военные, те же сотрудники полиции, Росгвардии, ну как, во всех странах это есть. Так вот, ребят, я вас поправлю. Дело в том, что вот как раз вот те бюджетники, о которых вы сейчас подумали, да, их на самом деле не так много. Всех вместе взятых, полицейских, военных, учителей, врачей, Росгвардейцев и даже чиновников, их порядка там 10-12 миллионов человек, а вот чем занимаются остальные 25 миллионов, вот это вопрос. И вы знаете, я начал разбираться, я понял, да ничем, по большому счету, это действительно лоды и тунеядцы, которые сидят на шее у налогоплательщиков. Ну, простой пример, вы знаете, что при каждой администрации, да, каждого города есть куча каких-то гупов, мупов, шмупов, еще какой-то холеры, которые там люди непонятно чем занимаются. Они что-то там контролируют, они что-то там проверяют, они кого-то там консультируют, они дублируют какие-то другие государственные структуры, причем на всех уровнях. Там на уровне федерации есть какой-нибудь контрольный орган, он есть обязательно на уровне области, он есть обязательно на уровне города, муниципалитета, он есть обязательно на уровне сельпо, простой пример, вот Роспотребнадзор у нас есть, да, государственная структура, которая, в общем, следит за порядком в интернете. Параллельно есть Лига безопасного интернета, тоже государственная структура, которая непонятно чем занимается, непонятно зачем мы их содержим, Они друг друга дублируют То же самое О чем угодно можно сказать Куда только не сунься Простой и понятный Для меня пример В каждом регионе И вы это знаете Существует областное телевидение Существует областная газета Существует какое-нибудь информационное агентство Да не одно В каждом регионе Регионов у нас 85 В каждом муниципалитете Есть какой-нибудь свой телеканал В каждом муниципалитете Есть какая-нибудь своя газетенка В каждом муниципалитете Есть какое-нибудь информагентство Пара блогеров Которые тоже сидят на шее у налогоплательщиков Для чего они нужны Если бы они хотя бы какую-то полезную информацию Несли, но нет О чем нам рассказывают на всех этих областных телевидениях О том, какой замечательный губернатор О том, как правильно и красиво говорит президент О том, какой мэр Прекрасный, распрекрасный И как Единая Россия Что-то там в наших интересах делает То есть полезной информации ноль Но мы их всех содержим Это десятки тысяч А может быть даже миллионы тунеядцев Которые сидят у всех у нас на шее Вот кто это такие Ну вот для понимания Вы знаете, я много раз рассказывал В 2016 году целый год я провел В длительной командировке на Ставрополье Небольшой городишко Михайловск Называется 80 тысяч населений Вот я вам, значит, рассказываю Что там тоже есть газета И там тоже есть свой телеканал Цена вопроса знаете какая? Сейчас озвучу Тогда в 2016 году бюджет всего вот этого вот Маленького Михайловска был 150 миллионов рублей А на газету и на телевидение Тратили 10 миллионов Можете себе представить 7% бюджета на газету и на телевидение Причем надо было видеть ту газету Это 4 листочка Два из которых посвящены телепрограмме И рекламным объявлениям Надо было видеть тот телеканал Кто-то подумал телеканал Ага, канал на ютюбе С количеством подписчиков 70 человек Вы не ослышались То есть не 70 тысяч 70 человек Канал в ютюбе И там работало несколько человек Вот на них тратили 10 миллионов рублей в совокупности Толку, конечно, от двух этих организаций Абсолютно никакого И тем не менее они были И вот такие организации есть в каждом городе В каждом городе, повторюсь, какая-то куча гупов Ну по шмупов 25 миллионов бюджетных рыл Мы с вами содержим за свой счет Друзья, не мне вам рассказывать Насколько важно в современном мире иметь востребованную А самое главное высокооплачиваемую профессию Которая сделает вас независимым от обстоятельств Даже в условиях ограничений и кризисов И у вас есть возможность обучиться такой профессии Например, программист на Пайтоне Почему именно Пайтон? Потому что это язык, на котором с нами общается мир Запускаете файл на DropDocs Листаете подборку сериалов на Netflix Заходите в Facebook или в Instagram Везде задействован Пайтон Сфера применения Пайтона настолько широка Что вы всегда будете востребованы на рынке К тому же Пайтон самый простой язык для стартапа IT Неважно, технарь вы или гуманитарий Вы очень скоро сможете стать специалистом Которого так ищут работодатели В среднем Пайтон разработчики зарабатывают от 120 тысяч рублей Каждый год эта цифра растет на 10% Итак, я рекомендую Skill Factory Школу, которая специализируется только на современных технических профессиях И если вы решили осваивать программирование, то вам сюда Skill Factory первый в рейтингах образовательных компаний Их гибридная методика позволяет сразу же закреплять теорию в различных форматах При этом обучаться вы сможете в любое удобное для вас время А еще в Skill Factory есть карьерный центр Который помогает выпускникам после обучения найти хорошую работу Просто посмотрите отзывы в Google Перед вами реальные комментарии тех, кто прошел обучение и уже работал Самое главное, не нужно искать крупную сумму денег Супер предложение от Skill Factory Начинайте учиться сейчас, заплатите в течение полугода Так что не теряйте времени Переходите по ссылке в описании Получайте скидку по промокоду журналистика И вуаля! Скидка действует в течение недели после выхода программы Следующий момент Вы думаете только в бюджетной сфере так все печально? Да нет, дорогие мои! Я начал копаться дальше и офигел! У нас и в небюджетной сфере точно так же все устроено Перевернуто с ног на голову Я сейчас прошу написать комментарии Жителей моногородов, которые, я уверен, эту ситуацию знают И они поддержат меня Дадут вам понять, что я вам тут сижу не в уши дую, а правду рассказываю Вот обратите внимание, у нас при каждом крупном предприятии При каждом без исключения При каждой госкорпорации При каждом крупном банке Существует масса каких-то предприятий-присосок Которые нифига тоже не производят Которые ничего не делают Но они есть, простой пример, в каком-нибудь условном Нижнем Тагиле Стоит завод, где плавят металл И у этого завода есть там управляющая компания Которая этим заводом управляет У этой управляющей компании несколько офисов Один в Тагиле Один в Екатеринбурге Один в Москве Один еще в каком-нибудь Нью-Йорке То есть, представляете, 4 офиса управляющих компаний На один простой небольшой завод В Нижнем Тагиле Рабочий на этом заводе Стоит возле дом Оставляет там свое здоровье Выплавляет металл И получает за это копеечную зарплату 40 тысяч рублей А какой-нибудь менеджер в московском офисе Который якобы управляет Вот этим вот заводом Получает 140 тысяч рублей Где справедливость? И нужны ли они вот эти все управляющие Дармоеды Бездельники Один рабочий Содержит как минимум пару дармоедов Менеджеров В любую В любой сектор Отсуньтесь Везде так Сегодня очень много В тех же торговых Компаниях В крупных супермаркетах Вы знаете Что огромное количество развелось Каких-то оптимизаторов Я не знаю Кто эту заразу привез в Россию Вот эти вот оптимизаторы Ходят Вот все что они делают Они растыкают по этому всему магазину Камеры И целыми днями пишут Какие-то методички Сколько раз этой продавщице Сходить в туалет Сколько времени ей нужно на обед Сколько раз она может сходить покурить Когда ей можно отпроситься Сколько отгулов в месяц Она может Сидят занимаются такой вот фигней По сути вводят кучу ограничений Они это называют Мы повышаем КПД сотрудников Но мы-то прекрасно понимаем Что никакого КПД при этом не повышается Что люди наоборот Начинают нервничать в таких ситуациях И начинают работать только хуже Ну вот таких вот Оптимизаторов тоже Я думаю В каждой В каждой Совершенно Второй компании Их развелось Подытожим Друзья Вот если вот так вот посчитать Я думаю Миллионов 30 А то и 40 У нас бездельников Которые сидят на наших шеях Которые ничего не делают Которые ничего не вкладывают Для развития экономики Своей страны Которые занимаются какой-то ерундой Они сами не знают Чем они занимаются 40 миллионов этих людей Они есть Если завтра их просто уволить Экономика ничего не потеряет Больше скажу Экономика от этого даже выиграет По одной простой причине Что все эти сэкономленные деньги Сразу же вольются Вот в эту вот экономику А на чем же держится-то наша экономика Я вам скажу На чем? Вот на них На обычных предпринимателях На обычных предприятиях Малого и среднего бизнеса Вот на этих маленьких магазинчиках Вот на этих кафе-ресторанах Вот на этих бутиках Все больше она не держится ни на чем Я вам только что сказал 40 миллионов бездельников Надо каким-то образом содержать Но и тут ребята решили подсуетиться И я к чему подводил-то? Что весь этот закон о QR-кодах Он направлен-то не на нас Не на простых смертных Нам рассказывают только что Вот это чтобы все вакцинировались И бла-бла-бла Он направлен на то Чтобы крупные корпорации могли отжать Этот малый и средний бизнес У предпринимателей Дело в том, что крупные корпорации Хотят жиреть Хотят богатеть дальше Но рынок уже поделен Все Весь мир уже переделен В принципе рынков сбыта не осталось И тогда ребятишки Греф нам кстати в прошлом году Это продемонстрировал Сунули свои ноздри Как раз вот в сторону Малого и среднего бизнеса Вы посмотрите На сегодняшний Сбербанк Когда-то это был Сбербанк А сегодня ведь это уже целая корпорация Сегодня ведь они чем занимаются Сегодня они занимаются Какими-то почтовыми посылками Сегодня они занимаются Доставкой еды через Delivery Club Сегодня они занимаются Доставкой продуктов домой И так далее И так далее И Греф на достигнутом Останавливаться не хочет Я больше чем уверен Что Греф сидит и облизывается На все эти вот умирающие сегодня Кафе и рестораны И думают О, а сделаю-ка я в свое время Сберкафе Я больше чем уверен Что Греф сидит и облизывается На эти умирающие парикмахерские И думают О, Сберпарикмахерская Тоже пригодится И так далее И так далее И так далее А что для этого нужно сделать? А нужен локдаун Нужно просто угробить Этот малый и средний бизнес Довести до того Чтобы он сам умер Потом купить все это За бесценок Вот оно ничего Подбирай, владей Зарабатывай бабло Идея гениальная Поэтому я говорю Дорогие предприниматели Шарахнет-то по вам В первую очередь Мы это так Предлог А вы останетесь Без всего К сожалению Вот к этому Все идет Вы первый локдаун С трудом пережили Вы думаете Вот этот Второй переживете Все Закругляться пора Реальная журналистика Спасибо, что выслушали Переваривайте Пока-пока